Теперь отметим несколько политических событий, которые произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нее. Но одно из главных событий хочу отметить то, что МАГАТЭ наконец-то все-таки попала на, сегодня попала на Запорожскую атомную станцию. В принципе, глава МАГАТЭ Гросси, пан Гросси, заявил, что уже увидел на Запорожской атомной станции ключевые вещи, которые хотел увидеть. А именно, несмотря на заверения российских пропагандистов относительно военной техники, миссия МАГАТЭ в первом же генераторном цеху реактора, атомного реактора, увидела кучу военных машин. Причем, очень интересная ситуация, все машины были грузовые, КАМАЗы, ну из того, что попало в кадры агентства РИА Новости, это российские пропагандисты и российская телевидение соборождает группу МАГАТЭ, других туда, конечно же, не пускают. Но, тем не менее, было видно, что это тентованные КАМАЗы, кузова зачехлены очень сильно, ну то есть плотно зачехлены, нигде щелочки нету. Но, и еще интересный момент, они желтым скотчем наклеили полосы на этих машинах и пытались говорить, что это войска радиационно-химической и бактериологической защиты. Не важно, какие это войска, господа расшисты и фашисты, важно то, что военные находятся на территории станции, что международными нормами и правилами категорически запрещено. А тем более, военная техника, неизвестно с каким оборудованием, находится на территории станции. Ну, посмотрим, как будут дальше развиваться события. МАГАТЭ продолжает работать, не знаю, насколько дадут возможность им пообщаться, но есть уже информация от наших экспертов, кто занимается энергетикой. Говорят, что вплоть до того, чтобы было физическое насилие, изнасилование сотрудниц атомной станции и применение физической силы к сотрудникам атомной станции. То есть, российские войска не гнушаются ничем. Буча продолжается и там, только там она пока что, слава богу, без летальных исходов. Но издевательство и насилие над нашими гражданами, которые там работают, оно продолжается. Далее, из новостей стоит отметить, что ЕС все-таки договорилась о приостановке процедуры упрощенной выдачи виз российским гражданам. Очень радует, нечего делать в Европе. Если воюете, значит воюйте. Не хотите воевать, выходите на протест. Но в Европе делать, я думаю, там нечего. Далее, Соединенные Штаты готовят новый пакет помощи Украине. И представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби объявил о том, что в течение нескольких дней будет объявлено о новом пакете помощи, военно-технической помощи для Украины. Кстати, скажу так, что за последние, наверное, три недели это четвертый пакет помощи, о котором собираются объявить Соединенные Штаты. И реально эти пакеты помощи идут. Это все до заседания в рамках конференции Рамштайн. Это говорит о том, что это просто грантовая помощь у Соединенных Штатов. Что решат в Раштаме, это будет все в плюс. Следующая новость очень интересная. Президент Франции Макрон обратился с просьбой выступить посредником для прекращения войны в Украине президента Ирана. Очень интересное заявление со стороны Франции. Макрон опять за старое. Давайте сядем за стол переговором, давайте перестанем стрелять, а то Франция, может быть, перестанет торговать с Россией. Или надо будет разрывать дружбу с Россией. Почему Франция и Иран? Потому что Франция курирует Иран. Кто не знает, то когда произошла революция, вот эта исламская революция в Тегеране, то Айат Алла прибыл из Франции под охраной французской расцветки и стал правителем Ирана. Франция всегда имела такие скрытые связи с Ираном. Франция курировала всегда Иран. И, кстати, обратите внимание, когда Иран сбил наш Боинг в районе Тегерана, помните, 3 января 19-го, да, нет, 3 января 20-го года, извините, 20-го года, то кто первый получил черные ящики с этого самолета? Французская разведка. Кто взял на себя проведение расследований по этому самолету? Французская разведка. Мы увидели результаты этого расследования? Нет, мы не увидели результатов этого расследования. Так что у Франции с Ираном очень темные и очень давние и очень глубокие связи. Поэтому вот вам еще один заход от, я думаю, что можно смело сказать, что еще один заход от Путина через Париж и Тегеран, для того, чтобы попытаться усадить нас за стол переговоров. Надо помнить, что французский лидер постоянно ищет возможность дать задний ход от поддержки Украины и, наверное, выхода из коалиции Запада в противостоянии с российской агрессией. Ну, посмотрим. Еще одна новость от экспертов, которые предполагают, что до конца 2022 года в Российской Федерации будет наблюдаться острый дефицит снарядов артиллерии и бронетехники. Вполне возможно. Почему? Потому что боеприпасы, те, которые в России есть, миллионами тонн исчисляются, они вылежали установленные сроки. И, кстати, когда была вторая чеченская, я поднял историю, и когда была вторая чеченская кампания, то российская артиллерия к концу Второй Чеченской войны испытывала дефицит боеприпасов. Потому что старые боеприпасы использовать было нельзя. А сейчас, я думаю, они столкнутся с той же самой проблемой. Нарастить мощности или возобновить производство при стагнации экономики, это будет практически нереально. Как в экономическом плане, так и в плане трудовых ресурсов и исходных материалов для производства боеприпасов. Плюс те объемы, в которых Россия выбрасывает эти боеприпасы, или как в артиллерии говорят, выкладывает на грунт, то есть расстреливает за сутки. Я думаю, ни одна экономика не потянет такое количество. Что касается бронетехники, то в принципе я предполагал изначально, что та бронетехника, которую они снимают с хранения, она требует как минимум капитального ремонта. Как минимум. Все резинотехнические изделия должны быть заменены. Иначе технической исправности не будет. Видите, что они делают? Они делают, они видимо идут методом сборки. Три разбраковывают, одну собирают. Скорее всего так. Ну посмотрим. На мой взгляд, вполне адекватные, вполне правильные прогнозы. Действительно, Российская Федерация может с этим столкнуться к концу уже текущего года. А осталось до него чуть более 4 месяцев. Или даже меньше уже, извините, меньше 4 месяцев. Следующая новость. В таможне в Финляндии очень интересно применило российских граждан, выезжающих через Финляндию из Шенгенской зоны, у них конфисковывают евро, европейскую валюту. В связи с санкциями, ну ее не забирают полностью, ее просто обменивают на рубли. И вывозить евро российским гражданам через финскую границу запретили на основании санкций, введенных в Евросоюз. Сегодня в Киеве новые гости. Глава Министерства иностранных дел Дании посетил Эппек Кофот. Посетил Киев, привез помощь на 400 миллионов евро. Это то, что было сегодня оглашено. И министр иностранных дел Дании заявил, что на брифинге после встречи с президентом Зеленским он заявил, что это только начало. Далее Дания готовит еще большой пакет помощи для Украины. Ну из интересных новостей очень хочу отметить и довести. Сегодня в День Знаний, несмотря на все перипетии событий, сегодня в День Знаний, благодаря хакерам, помогающим Украине, президент Зеленский имел возможность обратиться к детям в Крыму, в Украинском Крыму. Была взломана система телевидения и радио полуострова Крым. И после взлома транслировалось обращение президента Зеленского к детям, к школьникам и студентам Украинского Крыма. Так что вот такие события. Война сегодня, не забывайте, война сегодня гибридная. Она идет на всех фронтах, она идет во всех сферах и во всех плоскостях. Вот что касается военно-политических новостей вокруг Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова